В детском лагере «Держинец» представление о канатной дороге свое. Начиная с самого младшего, пятого отряда, дети учатся ловкости и балансируют на специально установленных канатах. Пройти по веревочной дороге помогают инструкторы. Тут весело, как бы и спортивно. У отдыхающих постарше сегодня задача в разы сложнее. Первый отряд борется со стихией. Все серьезно. Бег в спецэкипировке, преодоление препятствий, умение пользоваться огнетушителем. Называется это пожарной стафетой. Из более привычных занятий отдыхающих в летнем лагере, например, баскетбол. За мальчишек на поле, кутаясь в теплое, болеют девчонки. Подходит к концу заключительная летняя смена. В этом лагере я второй раз. Мне здесь очень нравится. Очень активное участие участвуем в жизни в лагере. Я уже тут пятый или шестой раз. Это мой последний раз в эту смену. Конечно, планирую приехать сюда вожатой. Держи здесь своя атмосфера, свое настроение. Тут, во-первых, можно найти много новых друзей, а во-вторых, здесь весело. А что здесь такого особенно веселого? Ну, тут много игр, танцы. Можно многому научиться здесь. Держи нец лагерь необычный. Как говорят руководители, дети здесь действительно хозяева лагеря. Организовали даже свою школу телевидения. Те, кому не хочется прощаться с лагерем и детством, приезжают сюда в качестве вожатых. Мы с ребятами завязываем красную ниточку на запястье. Это означает то, что мы еще когда-нибудь встретимся, и мы все друг с другом связаны. Все плачут, все очень расстроены, что вот, надо уезжать из лагеря. Но потом все равно в следующий год мы все сюда съезжаемся, снова все встречаемся, все рады, счастливы. Летнюю оздоровительную кампанию завершают почти 1400 детских учреждений региона. В этом году в лагерях и санаториях области отдохнули более 100 тысяч детей. По оценке специалистов Министерства образования Нижегородской области, оздоровительная кампания 2017 сработала без нарушений. Оздоровительная кампания у нас завершается, будем так говорить, в соответствии с нашими плановыми показателями. Детки у нас получили оздоровительный эффект, необходимый, даже чуть-чуть выше, чем в прошлом году. У нас предусмотрены денежные средства на компенсацию части стоимости путевки в санаторно-оздоровительные лагеря. Она осуществляется в размере 60% от стоимости, установленной правительством на текущий год. Положительный эффект отмечают в Роспотребнадзоре. По предварительной оценке эффективности оздоровления отдохнувших детей, в ведомстве отмечают полученный эффект более чем у 93% детей. Чтобы подать заявку на следующий год, родители должны позаботиться об этом, начиная уже с осени, потому что спрос на путевки велик. Мы всех приглашаем на отдых в наш детский оздоровительно-образовательный центр и планировать отдых своих детей советуем начинать с октября 2017 года. Родителям стоит уже сейчас задуматься о подаче заявления для следующей оздоровительной кампании. Подача заявок на будущий год идет до 10 сентября 2017 года в Управление образования по месту обучения ребенка.